Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Идут консультации с компанией-застройщиком Вятка-Нады. О будущем компании Сурженко говорить не стал. Добавлю, что на прошлой неделе стало известно, что иск о признании Кировской региональной ипотечной корпорации банкротством подал столичный Орбанк. Он требует более 100 миллионов рублей. Программа Экономика. В Вятских Полянах появится еще один резидент АСЭР. Комиссия Минэкономразвития Кировской области рассмотрела заявку ООС «Типлекс» на заключение соглашения об открытии производства пенополистирола. После выхода на производственную мощность компания планирует создать 16 рабочих мест, сообщает Айкиров. Объем инвестиций составит почти 20 миллионов рублей. Выход готовой продукции планируется увеличить с 6 тысяч до 37 тысяч кубометров в год. Экономика. На 101 ФМ. Бюджет региона получит от реализации проекта 3,5 миллиона рублей налогов. Теперь между компанией, министерством и администрацией Вятских Полян будет заключено трехстороннее соглашение. Затем будет отправлен пакет документов в Минэкономразвитие России для внесения компании «Типлекс» в реестр резидентов. Мошенники создали сайт «Клон налоговая служба». Он предлагает получить налоговую компенсацию, чтобы завладеть паспортными данными и реквизитами банковской карты пользователя, предупреждают в ФНС. Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. ФНС России обращает внимание, что электронные взаимодействия налоговых органов и граждан происходят исключительно через личный кабинет налогоплательщика. В завершении о валютах доллар на сегодня 56 рублей 80 копеек, курс евро 7053. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.